Первое, что я хочу отметить, что те бывшие грузины, которые сейчас в правительстве, они больше не грузины, они граждане Украины. Может быть, этнически они грузины, но они являются гражданами Украины. И замминистра есть, и есть замы по разным направлениям. Что касается реформ, которые сегодня есть, это правда, что надо обязательно критиковать Кабмин, надо обязательно критиковать министерство, потому что все хотят намного быстрее процессы, чтобы пошли. Если прямо сказать, думаю, что может ли больше сделать Кабмин, думаю, что да, может больше сделать. Подход правильный, где-то да, где-то нет, потому что, знаете, самое главное, это подходы принципов. А почему не сделал, если может? Это я не могу отвечать, я не могу это сделать. Версия этого у вас должна быть? В подходе самая большая проблема. Вот реформировать то, что есть, фактически невозможно. Надо создавать новые и отказаться от старых систем. Тот, кто начнет реформировать старые системы, максимум, что мы получим, это косметически, так сказать, реформированную систему, которая опять и опять будет мешать людям нормально, как бы, самореализовать. К примеру, Министерство внутренних дел, Экос Гуладзе, которая там начала, она начала строить новое и отказываться от старого, да? Совершенно новая система патруля, новый набор кадров, и как только эта система войдет в силу, уже старая система не будет существовать. Конечно же, те кадры, которые работали той ГАИ, могут участвовать и в новых конкурсах, да? Никто не говорит, что они не могут участвовать. Но это локальная штука, согласитесь. Это же не системная вещь. Почему? Есть конкретное направление, есть конкретная система, которая работает над тем, чтобы, так сказать, наша жизнь на дорогах была нормальной. Мы ходили, а гаишники не были за кустами, которые как-то хотят нас, как бы, оштрафовать, а наоборот, чтобы патруль превентивно работал над этим. Я не говорю, что это вся система МВД, однозначно, да? Но самое главное, сейчас нужны некие символы, да? Которые должны обязательно появиться, что в стране что-то меняется, да? Что кто-то по-другому себя ведет. У Давида Сапарелидзе, который замом генерального прокурора назначен, в следующей неделе уже будет четкая презентация, что он будет делать конкретно в конкретных направлениях. У Сандро Квиташвили очень трудное дело, прямо скажу, потому что с ним борется самая коррумпированная система. И это не сама система, только Министерство здравоохранения, а это очень много олигополий, которые создавались годами в Украине. Конечно же, его никто не будет любить, потому что с ним никто не смог договориться. Но у него есть четкое видение, как он будет это все сделать, как надо изменить систему тендеров, чтобы миллионы и миллиарды не заработали на это и так далее.